в народе раньше говорили 7 бед 1 ответ у нас друзья в этом видео тоже будет несколько бед и два ответа один бесплатный а другой очень дешевый привет друзья вы на канале классика орхидейного жанра об одном из этих методов мы уже говорили чуть раньше и я покажу вам совершенно неожиданный результат а вот о втором методе мы еще не говорили и подсказка о нем пришла очень издалека но обо всем по порядку в одном из предыдущих видео я рассказывала вам об инсектицидных свойствах обыкновенного чистотела инсектицидные свойства это способность какого-либо средства убивать вредителей через несколько дней после выхода видео зрители стали делиться подробностями в комментариях дескать всякое в жизни они видели но чтобы так вредители корчились от чистотела погибая в диких муках они еще не видели у меня в хозяйстве вредителей нет и я могла лишь поверить на слово зрителям канала но желание проверить так глубоко засела во мне что как только мне предоставилась такая возможность я проверила действие настоя чистотела на насекомых на одном из подоконников не моих мне удалось обнаружить грибных комариков взрослые особи грибных комариков семейства сциарит это черные мушки с вытянутым тельцем около 3-4 миллиметров длиной которые откладывают свои белесые полупрозрачные яйца в корнях орхидеи молодые только что появившиеся комарики могут быть около 2 миллиметров светло-серого цвета сами комарики если они заводятся обычно летают в большом количестве но вреда не приносят если не считать разносимые ими болезни и личинки других вредителей а личинки грибного комарика беловатые червячки около 3-5 миллиметров длиной с черной головкой вот они как раз таки и поедают корневую систему растений от чего они отстают в росте не цветут но очень редко доходит до полной гибели существует очень много народных способов борьбы с грибными комариками начиная со спичек воткнутых в субстрат и заканчивая обыкновенным фумигатором если ни один из этих способов вам в силу каких-то обстоятельств не подходит вы можете попробовать настоя чистотела и сегодня мы с вами посмотрим как он действует на грибных комариков только факты если вдруг вы в первый раз на этом канале ссылку на видео о приготовлении настоя чистотела я оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии под ним у меня настоя чистотела был готов и я прихватила с собой бутылочку настоя вместе с пульверизатором и обработала им найденных мною особей грибных комариков и сейчас вы можете наблюдать за результатом как я уже ранее говорила настоя чистотела вызывает паралич всех видов насекомых в том числе и трипса и сейчас это очень хорошо видно на ваших экранах очень хорошо видно что комарики буквально дезориентированы не могут не только летать но даже ходить полная смерть насекомых наступает буквально через несколько минут как только капли настоя испаряются с подоконника что нужно помнить если вы решитесь бороться с грибными комариками с помощью настоя чистотела нужно понимать что вы убьете только взрослых особей или и мага личинки комариков останутся в субстрате поэтому одной обработки будет мало обработки надо повторять регулярно каждые 3 5 дней ваша задача регулярно уничтожать взрослые особи которые будут вновь появляться из личинок и не допустить вторичного откладывания яиц в прошлом видео я изготавливала настой из свежего сырья в этом видео я дам нормы расхода сухого сырья для приготовления настоя для профилактической обработки потребуется три столовых ложки сухого чистотела на пол литра воды в случаях борьбы с обнаруженным вредителем потребуется три столовых ложки сырья на один стакан воды обрабатываем в сухую безветренную погоду по листу желательно вечернее время для того чтобы настой сохранился на листьях растения как можно дольше после обработки избегаем попадания прямых солнечных лучей на листья растения этот же самый рецепт и такой же порядок работ можно применять в случаях борьбы с другими вредителями в том числе и стрипсом и как вы уже поняли обрабатывать можно абсолютно все растения в том числе и не орхидей мои растения в теплое время года находятся на открытом балконе поэтому для меня такие обработки очень актуальны а теперь плавно переходим ко второй части нашего видео вы думаете у меня появился цимбизиум нет друзья сейчас мы на канарских островах на острове тени рифе именно там сейчас путешествует наш специальный корреспондент на канарских островах элина унгер и остановившись пообедать в одном из мест общественного питания она нашла любительницу орхидей с огромной коллекцией цимбизиумов к орхидеям на канарских островах относятся очень просто без излишних пиететов на канарских островах круглый год тепло недаром они располагаются всего 80 километрах от пустыни сахара и конечно же цимбизиумы там выращиваются на улице как обыкновенные цветы как в любом круглый год жарком и теплом месте на канарских островах очень много всевозможных вредителей и алина спросила у владелицы коллекции цимбизиумов как она справляется со всеми этими полчищами вредителей на улицах и сейчас друзья я поделюсь с вами этим необыкновенно простым рецептом с канарских островов против вредителей и это друзья самый простой самый дешевый уксус винный или яблочный уксус можно купить в любом супермаркете а также сделать самостоятельно и тогда он будет абсолютно бесплатным для борьбы с вредителями потребуется всего одна чаянная ложка любого натурального 6 процентного уксуса на 1 литр кипяченой воды обработки проводятся в утренние или вечерние часы без попадания прямых солнечных лучей на листовые пластины орхидей во время обработок раствором уксуса необходимо отменить любые другие химические обработки вот о таком нехитром способе борьбы с вредителями узнала или на на канарских островах и поделилась с вами а я вам скажу что раствор уксуса отлично справляется не только в борьбе с вредителями это еще и прекрасное фунгицидное средство как известно кислая среда губительно для возбудителей многих грибных заболеваний и необыкновенно полезно для орхидеи самый простой 6 процентный уксус помогает экономить на покупке весьма дорогостоящих фунгицидов всего 1 чайная ложка любого 6 процентного уксуса на 1 литр кипяченой воды для профилактики грибковых поражений орхидеи достаточно обрабатывать раствором уксуса каждые 12-14 дней если заболевание уже проявило себя обработки делают чаще каждые 5-7 дней и так с помощью очень простого и народного способа мы уже избавились от грибковых заболеваний и произвели борьбу с вредителями что еще а еще раствор уксуса представляет собой прекрасное легкое и натуральное питание для орхидей и других растений ведь в его состав входят натуральные органические кислоты уксусная молочная пантотеновая винная кислоты витамины а c а также минеральные элементы фтор калий магний кальций фосфор и железо я надеюсь что вам очень понравятся и пригодятся эти два простых и действенных метода ухода за орхидеями а я поздравляю вас с первым днем лета и с днем защиты детей пусть это лето будет чудесным сказочным и невероятно богатым на прекрасное цветение орхидей а еще я напомню вам что 11 минут вы провели вместе с каналом классика орхидейного жанра и если вам понравилось это видео если вы захотите вернуться на канал вновь поставьте пожалуйста пальчик вверх под видео подпишитесь на канал если раньше вы этого не сделали жмите на колокольчик чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео и оставайтесь со мной ведь впереди у нас много интересного